Эй, ребятки, всем привет, добро пожаловать на канал G.U.R. С вами снова Джо, добро пожаловать в мир Римворла. У нас здесь разъярённые 40 штук варгов. Я не знаю, стоит ли. Мне кажется, мы их можем замочить. Чисто для прокачки стрельбы, мне кажется, мы их можем замочить. Проблема в том, что их нужно заагрить так, чтобы они обошли всю территорию и зашли со стороны киллбокса. А я этого делать особо не хочу. Слишком много хасла. Пусть развлекаются. У нас есть заключённый, которого мы пытаемся присумонить. Он потихоньку продвигается. Мы его сперва переделаем в нашу идеологию, а потом уже будем рекрутить. Мы можем его чисто технически поранить, чтобы перенести в больничную койку. Потому что это уже неплохая комната будет. Но это, скорее всего, следующий шаг. Так, чё хочу? Чё хочу? Эммм... Давайте проведём мероприятие. 85. Кафедры нет? Это буквально кафедра. Это буквально кафедра здесь стоит. Лернави. Переставьте кафедру, пожалуйста. 100%. Окей. Поехали. Посмотрим, откуда присумонится новая пешка. Смотри, какая большая... Большая крутая храма. Как тебе большая крутая храма? Мне кажется, миленько. О, мы случайно закопали сталь здесь. Я здесь хотел спрятать частично... Наркотические вещества, чтобы пешки не употребляли во время припадка. Стефания. Разбери, пока я вижу, чтобы вы могли использовать эту сталь. Неловко получилось. Так. Скучный фестиваль. Понятно. Предлагаю провести ещё один в таком случае, чтобы получилось повеселее. Чё, вы уже там... Они засыпают? Мы знаешь, что можем использовать? Ты можешь? А, ну пока идёт мероприятие, они не могут, конечно же. Можно им вызвать вот это вот расстройство сознания. Их стошнит. Соответственно, сытость пойдёт наверх. И они потеряют всё желание на нас охотиться. Или пофигу. Пусть бегают. Сильный праздник. Весёлый. И реформация идеологии у нас появилась. И пополнение. Адмирал. Ну пока. Кровожадный горе от ума. Ха-ха-ха. Если он выживет. Нет. Всё, его съели. Я в прошлой серии рассказывал им анекдот на тему неудачников. Это отличный пример неудачника. Не самая лучшая пешка, к слову. Ремесло было бы неплохо. Горе от ума. Клёвая штука, но увеличивает порог нервного срыва. И... Да. Настроение выше 30% всегда ему надо было бы держать. Так что нет. Нет. Адмирал. Ваше время вышло. И... Давайте третий проведём. А он, кстати, почти спасся. Отдадим ему должное. Он смог практически убить одного варга. Порого ранил. Ого. Окей. С убогим револьвером набегу. Неплох. Неплохой результат. Неплохой результат. Нам нужно чуть-чуть раскидать наши деньги. Рог трумбы... А, пельмень начал делать. Кстати. Кстати. Это будет первый трумбо-хорнблейд, который в жизни мы увидим. И, скорее всего, единственный. Это будет оружие для леда. Смертельной болезни. А, опять скучно? Мяу-мяу-мяу. Ну, ладно. Здесь надо сделать пугало. Надо сделать чучело. Ну, это так. Это мелочи. Ед всё мелочи жизни. Варги скоро... Да, я вижу, они уже там начали вырубаться и засыпать частично. Нормально. Адмирал, мне вас очень жаль. У него еду заяц слопал. Прям под носом. Мне кажется, мы можем теперь с остатками варгов просто повоевать. Но я пока не хочу. Пусть они уйдут. Нам нужно сделать ещё здесь могилку. Я знаю, что мы можем этих пешек, которых мы получаем с помощью квестов, использовать для прокачки медицины. Но это прям как-то совсем жёстко по мне звучит. Я не знаю. Мне кажется, чуть-чуть перебора. Нет? Самую малость. Или нет. Или мы уже потеряли грань жестокости и нормы. Знаешь чё? Я хочу необходимость казни убрать. Чё мы можем добавить? Красноречивую торсу. Распространять наше убеждение наш долг? Мне нравится празелитизм. Распространять наше убеждение. Лоялизм тоже неплохо. Давай празелитизм, наверное. Ну а остальные вещи меня сильно рады. Каннибализм, конечно, прикольно, но у нас не так часто Рэнди подкидывает именно с людьми рейды, чтобы мы могли 100% на мясе сидеть. А устраивать рейды на других людей, чтобы просто утащить их и съесть, звучит не очень. Празелитизм. Далее. Казнь. Приемлемо, если виновен. Темный свет. Предпочитается бой в темноте. Каннибализм. Слепота осуждается. Затмение красиво. Трупы все равно. Грибы без разницы. Бразелитизм. Шанс распространения идеологии. Вот это супер. Мы сможем еще больше людей рекрутить. И плюс настроение за порабощение. Питательная паста отвратительная. Шрамирование без разницы. Рабство приемлемо. Использование органов приемлемо. Добавить какие-то принципы можно. Употребление еды. Аугментации тела. Одобряются. Шедевр создали. Шедевральную энергетическую винтовку, походу. Или шедевральный меч. Это, трумбомеч. Нет искусственных частей тела. Минус три. Бионическое улучшение. Плюс один. В перспективе мы всем что-нибудь запихаем. Но это звучит как минус три. Изначально всем вообще. За счет плюс один. Наверное нет. Что еще есть за принципы интересные? Вероотступничество. Автономное оружие. Употребление веществ. Биоскульптинг. Черепа на колях. Да. Что еще за принципы есть? Налеты. Деревья. Я вот эту штуку давно хотел добавить. Потому что это просто приятный какой-то бонус. Ролей у нас больше нет. У нас нет нелишной роли. Нельзя иметь больше двух специалистов. Так у нас один. Максимум один. Ладно. Это все меня устраивает. Это все меня устраивает. Ритуалов больше добавить нельзя. Реликвий нельзя. Оружие. Благородное. Я вот не знаю кстати. Трумбо меч. Он будет презираемым считаться в таком случае. Или это благородное оружие. О, я не хочу. Я передумал. Желаем одежду. Прически. Я знаешь что хочу поменять? Я хочу убрать под ноль. Я хочу убрать прическу под ноль. Потому что это очень неловко выглядит. Когда женщины с прической под ноль появляются. Это забавно. Но... Не мое любимое. Все. Под ноль никогда не может быть. Готово. Татуировки меня не интересуют. Да. Да. Нам нужно будет теперь вынимать черепа из людей. В целом да. Нам теперь будет легче рекрутить людей. У нас теперь 300% шанс переманивать в свою идеологию. У него снижение на 50%. Варги вроде уходят. Это будет наш первый череп кстати. Кстати, это будет наш первый череп. Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууу. Знаете чё? Где еще? Извлечь череп, раздеть, извлечь череп, похоронить, его барахло нам не надо, перенести, окей, это будет первый, череп на колу, да, вот сюда. Вот сюда, и мы будем их потихоньку делать, там и сям, вот сюда, например, сюда, например, вот сюда, жестко, но жизнь такова. Оп, попробуй обратить, ты как раз несешь череп, посмотрим, насколько теперь эффективнее обращение и может быть, сколько ты у него отнимешь? 6%. Сейчас мы посмотрим, что там был за шедевр. Ееееееее. Унылый фестиваль. Нормально. Так, шедевр. Да, действительно, трумба, трумба-меч, 31% бронепробития, 20 урона. Не знаю, лет. Трумба-меч. Хороший, хороший этот самый туда-сюда. Лирнави. У вас шедевр. У вас шедевр. У вас хороший. Возьмите... Отличный. Окей. Я тебе говорю, шедевральный трумба-хорн-блейд сделали. Прикол. Смерть адмирала. Так, ты теперь тоже танк. Со щитом, с мечом. Супер. А кто у нас? А, ты будешь танком следующим. Нам нужно сделать еще один пояс щит. И нам нужно провести вот это вот. Подожди, а кто-нибудь похоронил этого? Этого засранца. Куда его принесли? Он здесь где-то лежит? Мне кажется, они его не донесли. Ща. Сообщение. Смерть адмирала. А, они его похоронили. Здесь была пустая могилка. Окей, окей. Давайте захороним его. Нормальный автомат можно разобрать. Хорошие пистолеты, пулеметы. Думаю, можно разобрать. Инфьюжн мы вытащить можем? Экстракшн. Вот это то, что надо. Для этого нужно единственным пустой инфьюжн, чтобы было куда вытаскивать. По-моему, так. Как зомби какие-то, смотри. Окей. Окей, достойные похороны. Плюс пять настроения. Нам нужны черепа. Можем выкопать, если здесь кто-то есть. Лернави. Открыть, открыть, открыть. Открыть, я не помню. Может быть, здесь кто-то оставался. Стой. Извлечь черепа. Что у вас за вещи? Бронежилет нормальный. Эх. Эх. Окей. Окей, спасибо за черепки. Так, я вас могу обратно перевести теперь на сейв с чистой совестью, потому что мы справились с варгами. Даже успели их чуть-чуть пострелять, к сожалению. Вот этот не гнилой, кстати. Этого можно принести на мясо. Все остальные вроде достаточно гнилые. Лазули. Перенесите этого варга. Посмотри, насколько они круче выглядят вместо плаща в этих своих... В этих... Чу-чу-чу-чу-чу. Левый же. Че, у нас еще осталось? Еще два черепа есть. Минг. Вот эти два еще, пожалуйста. Им нужно будет, наверное... Здесь сделать еще. Просто для красоты. Это наша фишка, понимаете? Черепа на колях. Плюс один. Нравится? 14 дней здесь. О, еще не скоро. Еще не скоро. Ладно. Мы Б, может быть, присоединим в ближайшее время. Сделаем... А мы ему отдадим, наверное, с Валерой... Снимем... Пехотную броню. Я думаю, что это будет оптимально, потому что... Ну, это лучшая броня, которой мы пока располагаем. И... Будет нормально. Разведшлема. Делать бескон... Ммм... Повторять до одной штуки. Качество от хорошего и выше. 30 пластали, один продвинутый компонент. Ну, это хотя бы не так дорого стоит. Это хотя бы не так дорого стоит. Поставим пока наверх. Может быть, пару штук сделаем. В первую очередь дадим танкам. Нам две штуки нужно будет, соответственно, Леду. И после этого отдать МБ. Которому мы придумаем какой-нибудь НИК когда-нибудь. Это однозначно. Дэй. Окей. Спасибо за... За хранение. Блин, круто. С двумя танками, мне кажется, поинтереснее будет. По крайней мере, насекомых будет легче так выносить. Если они случатся. Это... Это факт. Сталь. Еще один шедевр. Шедевральная энерговинтовка. Я считаю, что ее должен получить Торса. Он самый точный. Может быть, не самым высоким дальним боем. Но зрение у него лучше всех. Насколько эта штука шедевральна? Да? Дайте посмотреть. 44% бронепробития. Точность... Такая. 74... 86... А какие бафы? Без бафов. О, интересно. А мы можем где-то изготавливать пустые инфьюжены? Что для этого нужно? Или их можно только покупать? Anti-Armor Rocket Lancer. Как вам такое? Я бы просто изготовил пустые инфьюзеры. Не, не похоже, что что-то подобное где-то есть. Я не знаю, в каком столе. Может быть, есть какой-то производственный стол инфьюзеров. Без понятия. Без... Ни малейшего понятия. В ремонтном столе вроде и такого нет. Перерабатывать одежду. Не вижу здесь инфьюзера. На кухне не вижу инфьюзера. А больше, что, у меня каких-то определенных нет. Я бы просто хотел вот это усиление. Множитель урона плюс 50% во что-нибудь полезное суметь. Ряба. Возьмите себе энерговинтовку. Отличная. Отличная. Шедевральная, шедевральная. Окей. Мне нравится стилистика пехотного шлема. Это мы у кого-то уперли, у кого в идеологии мрачный тип крафта. Мрачный тип вещей. И они типа все в виде черепов делают. У нас выбрано... Буддийский. Я не знаю даже, как будут выглядеть. Шлема в буддийском стиле. Торсо, а можно не... Торсо? Обрати. Торсо, ты, конечно, хорош. Ты уже лучше, чем Хоуп в этом вопросе. Слушай. Ну, Хоуп, она просто... Она жрец. Это ее хлеб с маслом. 40%. Как тяжело идет. Проблема в том, что он... Психопат. И у него на 50% снижено... Понижение уверенности. Встать. Здесь тоже нужно сделать. Здесь тоже нужно будет сделать. О, и щит еще один. Это заготовка на будущее для МБшки. Кто делает лазули? Ох, красота. Красота. Все идет пока прям... Путь-фу нормально. Человеческая шкура у нас к концу подходит. Не проблема. У нас полно риса. Я бы хотел, не знаю, наверное, подарок кому-нибудь закинуть. Давай посмотрим по фракциям. Да, нам надо синим закинуть что-нибудь. Нам надо что-нибудь закинуть синим. Ага, ага. Ткань. Кожа птицы. Легкая кожа. Волчья шкура. Мех трумбы. 75 штук, наверное, можете забрать. Альпаки. У нас стали 3800. Столько не влезет? Ладно. Стали обойдетесь в таком случае. Блоки гранита. Что у нас еще не нужно есть? Глазная ветвь. Вот, рога трумбы. Забирайте. Плохой нож. Дубину. Вот этот нормальный автомат забирайте. Пробивающая снайперская винтовка за два куска. Я не думаю, что мы сможем вытянуть когда-то бафы из оружия. Я прям, прям вот, я пытаюсь представить ситуацию, в которой мы сможем. Я прям очень сомневаюсь. Нормальная накидка, тоже до свидания. Ну, такая средненькая подборка. Средненькая подборка. Да. Кто-нибудь, кто-нибудь погрузит. Или нет? Кто-нибудь погрузит? Можно взять тех, кто не спит? Спасибо, ребятки. Спасибо. Хороши. Хороши. Все? Не могут завершить погрузку? Почему? Ладно. Рога трумбы, главное, здесь есть. Это, наверное, самое дорогостоящее, что из всего этого пака было выбрано. Синим. Синим. Синим-синим вот этим. Пельмень. Буховики. Почему? Почему вы вообще, в принципе, начинали делать, если это было? А где, кстати... Назначен пельмень делать пуховик? Пельмень, да делайте пуховик в таком случае. Там он не закончен, и осталось делать... Типа, хрень вообще просто. Панты. Шедевр. Шедевральный циркулирующий пуховик. Изоляция плюс 12 градусов, броня от удара плюс 10%. И накидка. Нарко. Нарко. Поло. Нарко, поло. Нарко. Добейте. Давай, дружочек, ты можешь. Че, ПМБ как там? Ммм. Треть осталась. Потихоньку двигается, ничего страшного. Все. Один из двух. Сойдет. Попрет. У нас серебра вообще нет. Мы в прошлый раз же купили все, что было там у экзотического торговца. Я просто практически на нуле сижу. У нас есть хороший автомат. А нам некому даже давать отличный автомат. Я поэтому и говорю, нам надо больше пешек. У нас много оружия. Кстати, отличный поиск щит. Лед. Возьми отличный себе. Хороший, освежающий. Это, конечно, топ. Эффективность на плюс 10%. Но отличный чуть больше поинтов дает. Вот это мне нравится больше. Без бафов, к сожалению. Кто-нибудь у нас мерзнет? Накидка из меха трумбы. Хорошо тепло, кстати, дает. Надо было поохотить трумб. О! Это же черепа. Нарко. Слишком тяжело. Почему? Трупы поселенцев сюда. Может, зону надо сюда расширить? Сейчас посмотрим. Это странно. Пока не понимаю. Сейф. Пам-пам. Они могут похоронить, но не могут перенести. Лед. Нарко. Хранить. Очень странно. Нам, в принципе, их хранить-то не надо. Извлечь череп. Нарко. Я передумал. Че тут происходит? Рейд? Большой? О, не, не рейд. Квест. Сейчас посмотрим. Извлечь череп. Это все, что нам надо. Череп. Это все, что нам надо. Нарко, ты че делаешь? Не надо сюда идти. Красиво прогулялся. Будь здоров. Перенести череп. Запретить. Уменьшить сейф. Так, замечательный проект. Нет. Сразу нет. Я вижу... 47 на 19. 2700... Единиц ресурсов. Нет. Психический подавитель плюс. Нет, отстаньте. Мы не будем вам ничего строить. Мы не будем вам ничего строить. Лернави, а сделайте один в этой комнате, потому что они, скорее всего, не любят черепа на пиках. Да? Их идеология. Не одобряются. Да. Лернави. Спасибо. 32. Слушай, он крепкий, малый. Крепкий, малый. Держится вообще, будь здоров. Я вот что вижу. Здесь есть прекрасное место для противников, чтобы отстреливаться в ответ. Это надо бы застроить. Там надо бы застроить. А вот здесь сделать... Вот, чтобы мы могли дефаться, если они вдруг прорвутся отсюда. Я понимаю, что это такие, типа, маловероятные сценарии. Они, скорее всего, будут откуда-нибудь отсюда вламываться, чтобы не задеть турели. Не знаю, пусть будет. Чем больше у нас комнат, тем легче, например, с копателями разбираться. Потому что у нас всегда есть следующая зона дефа, условно. И вот эта вещь хорошая. Творса, ну-ка. Еще минус 3%. Ну, потихоньку, потихонечку. Я не думаю, что стоит проводить вот этот ритуал обращения. Высокие ожидания МБ. Минус 20% качества. Это очень-очень слабо верится, что произойдет в нашу пользу. Умер поселенец. Не, ничего страшного. Следующее событие у нас через 12 дней здесь, 17 дней тут. Окей, окей. Сколько ты дефаешь тепла? 8,6, 12. Не очень тепло. Затмение. С одной стороны страшно, потому что солнечные батареи теперь ничего не производят. Ну и как бы средненько. Знаешь, чего не хватает? Это для тех, кто здесь копанием занимается. Здесь стол вблизи, здесь стол будет вблизи. Может быть здесь поставить тоже столик. Мне бы хотелось, чтобы они бегали сюда. Здесь тоже есть столик. Это для этой части. Ну, потому что они получают дебаф, типа поел без стола. Это, это уныло. Это уныло настолько, насколько может быть. Здесь не очень такое удобное место тоже для расположения. Не нравится мне. Не. Они же бегают туда кушать. Даже, даже лет отсюда туда бегает. Так что, сойдет. А он самый дальний. Нормально. Смотри, инфишн в деле. У, ты посмотри, как пуляет. Ха-ха-ха. Круто, круто. Что-то у нас здесь ламп много, вам не кажется? Просто я здесь все лампы поставил. Давайте одну, ну, я даже не знаю, куда нужна. Пусть стоит. Не хочу. Не хочу заморачиваться. Здесь хочу единственную вот такую вещь сделать. Они все равно будут пользоваться этим как защитой. Могут здесь стоять и отстреливаться. Стена это, это имба вообще. Планет дефа. Вот этот, наверное, крюк не нужен. Сомневаюсь, что они стоят здесь. Смогут все-таки как-то отстреливаться. Им придется проходить. И баррикада это меньшее укрытие, чем стена. Стена 75%, баррикада 55%. Но мы можем не баррикаду. Можем короб для животных сделать. Это 15% укрытия. Вот это да. Что мы можем еще полезного поделать? Может быть на какую-то другую карту сбегать? Мы уже все. Мы прям, мы прям плотно осели. И двигаемся к тому, как у нас... Все, мы плюс 100 опять с ними. Я точно не пойду ломать дымогенератор. Это факт. 76 компонентов. Охотничий лагерь. Фимикан. Блок бобра. Это кто? Это наши друзья. Рот лавега. Это кто такие? Блок бобра. Враги. Рот лавега. Я таких даже не вижу. Фракция род лавега. Без понятия. Без малейшего понятия. Что ж, будем перематывать потихоньку, дождать лучших моментов. По сути, а что нам еще делать? Ждать событий рэнди. Увеличивать поселение. Экипировать своих тиммейтов. И... Что, мы уже закончили здесь? О, красота. Сюда бы поставить по-хорошему. Тогда надо здесь дверь сделать. Уэпс. Мискликнул. Окей. Здесь еще... 4 жилы по 300. 24. Ладно. Потихоньку теряет уверенность. Хотелось бы быстрее, но у нас нет выбора. Нам нужен дрочун. Как бы это неправильно не звучало. Который бегун. Который еще неплох сразу в миле из коробки. Которому мы еще и шрам вылечили. За что он должен быть нам безумно благодарен. Лет, кстати. Почти. Почти. Мы почти добрались до эстетики тела. Сможем установить два носа, которые были потеряны. Медицину мы пока никак не можем качать. Мы могли пустить на органы. Этих... Засранцев... Попрошаек. Но мы этого не сделали. И теперь мы там, где мы есть. Торсо. Оп. Ритуал связывания есть. Спасибо. Вот это тоже можно разобрать. Чуть побольше сделать комнату. Так. Лед. Погнали тебе дадим четвертого уровня пси-способность. Четвертый уровень. Самые слабые. Пси-способность. Я бы хотел регенерацию органов. Факт. Это пятый уровень. Посмотрим. Притормозим. Слишком быстро все идет. Лед. Получил перенос предметов. Угу. 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 Пятый уровень. Это чем? Регенерация части тела. Да. 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 Объединять сломанный или использованный друг с другом. Эй. Ага. Восстанавливать прочность. Этот процесс может привести к снижению качества подчиненного изделия. Э. Регенерации части тела хочу. Регенерации части тела. Хочу, но это на следующем уровне. Так. А что, затмение все еще не закончилось, да? У нас сейчас начнут погибать растения, потому что безумный холод. Ладно. Здесь еще 20. Тут пока нагрето. В комнатах я вижу уже минус в некоторых. Или около нуля. Я ничего не могу поделать с затмением. Это просто случается иногда. Рэнди хочет, делает затмение. Мы получаем затмение. Жизнь такова. Просто ждем, надеемся, скорейшего прекращения затмения. Оп, отнеси еду. Мы близки. 21% осталось. Затмение прошло. Вот это мне нравится. Окей, окей, окей. Что мы еще можем сделать? Я прям, прям вот очень-очень хочу сделать какой-нибудь полезный квест. Не знаю, мы можем пойти... 350 тысяч богатств. Арханексус. Не, это точно нет. Можем пойти реликвию нашу попробовать начать выхватывать. Надо ли? Мне кажется, пока нет. О, что-то происходит. Не, это автосохранение было. Это было просто автосохранение. Ну, тишина. Ну, такая серия получилась. Рэнди ничего не делал. И мы тоже не бычили никуда. Сидим потихоньку, пердим. Ждем, когда зима закончится. Крафтим потихоньку всякие резы. Добываем кучу стали. Качаем стрельбу и милишный бой. Пытаемся МБ рекрутировать. И как бы и все. Вот так и жизнь проходит. Видишь? Крутятся на четвертой скорости, что-то делают. Все чем-то заняты. Требуется смена облика для нарко. Вперед. Вот он, столик. Идите, меняйте. Давай, эстетика тела. Да добей. Ну. Пожалуйста, 10 штук. Добейте, мы сделаем два носа. Есть. Что у нас следующее? Какое исследование? Стрелковые визоры. Если бы это дополнительно со шлемом ставилось, это было бы круто. К сожалению, нет. Это не так работает. Это вместо шлема. И это изи можно хэдшот слухать. Лопатать. Тяжелые турели. Цветное освещение. Водяные генераторы. Мины. Дымовые шашки. Мины были бы интересны. Может быть, производство препарата. Препаратов и производство медикаментов в перспективе. Но мы можем купить всегда. Вызвать торговцев и купить еще. Наверное, нет. Коврот качества. Тоже сомнительное удовольствие. Благородное одеяние. И... Биоскульптинг. Нет, наверное. Сканеры дальнего действия. Тоже, наверное, нет. Потому что... Ну... Какова вероятность, что я снаряжу целый отряд, чтобы отправить его выкапывать какие-то ресурсы на другой карте, если мы можем здесь их доставать. Нейронный стимулятор. Это трансгуманизм. Нам это не надо. Это у нас все не выучено. Пехотная броня или основа кораблестроения. Мы можем сами начать строить себе корабль. Закончить через корабль. Кто же знал, что мы так далеко пройдем? Кто же знал, что мы так далеко пойдем? Крыжковые ранцы. Не знаю. Мне прям тяжело. Мне прям тяжело определить, что нам дальше делать. Наверное, пехотная броня. Потому что пехотные шлема, они лучше, чем... Чем разведшлема. Это факт. Они 100% стопают. Нарко, вы как, изменили свой внешний вид? Походу, да. Надпись исчезла о том, что нужно изменить внешний вид. 11%? Я думаю, что еще один разговор. О, это стало, кстати, тюремной. Это не надо. Это для поселенцев. И это для... Минго. Ты посмотри, какая у нас огромная база стала со временем. Охренеть. Столько времени прошло. Я прям... Я представляю, мне даже как-то немножко грустно от того, что мы так далеко в истории продвинулись. Мы можем посадить Гуаранлен теперь. Типа... Ну, я не хочу. Зачем? Зачем нам Гуаранлен? Это целого растеневода надо будет на него посадить ради минимального какого-то профита. Давай, еще разок с ним надо поговорить. Я тебя прошу. Я тебя прошу. Еще разок с ним надо поговорить всего. Ну, когда он откатится? Отнести еду? Эх. Ну, по... Не, нифига. No chance. Пока не хочет разговаривать. Ну, нарко сменило внешний вид. Нарисовало себе татуировки. Как у Рэмбо. Ладно. Что у нас частенько здесь стали аккумуляторы ломаться? Заделаем. Это больше, если будут токсичные осадки. Потому что они у нас несколько раз были. Оп. Обратите. Давай, финальное обращение. Так, и... Обратить. Пленник вербовать. Что у нас там? Валера может вербовать, да? Где Валера? Где Валера? Слово доверия. Стой, подожди. А, 8, да. Сопротивление. Окей. Ноль. Все, следующий разговор будет закончен вербовкой. Хорошо. Десять дней. Комнатное освещение. Все-таки, мне кажется, обогреватель работает как освещение. И он дает дебаф. Да, видишь, он подальше отошел от обогревателя, и он не получает дебафа комнатного освещения. Какой бред. Не, я понимаю, он типа светится, но... Неужели нельзя какую-то механику добавить, чтобы, типа, темная лампа перебивала действия обогревателя? Потому что вот здесь, например, крафтер, который находится здесь, получает дебаф от обогревателя, который здесь стоит. Что, ну, как бы... Тут стена, там. Я не знаю. Я не знаю. Темный обогреватель добавьте в игру. Темный обогреватель Вен. Давайте зарекрутим МБ. Я даже сейчас заранее посмотрю никнейм, пока мы выжидаем. Так. Эй, мой канал... Кхм-кхм. Так. Мой канал, джейвайр, сообщество. Пост с вашими никами в предложке. Это... МБ это мужчина в этот раз? Да, мужчина, юный музыкант, палач. Если мужик, Семен. Семен. Хорошо. Как проснется, с удовольствием. С удовольствием засумоним. Мы даже можем его насильно разбудить. Торсо. Семен. МБ. Вы еще один танк. Ваше имя... Семен. Семен. Ага. Это разобрать сразу. Стремные его шмотки. Так. Валера. Идите сюда. Мы сейчас с Семеном поделимся вашим шматьем. Семен. Семен, стойте здесь. Валера. Надеть пехотную броню. Надеть пояс щит. Валера. Приоденьтесь во что-нибудь другое. Блин, я скинул все трумбы рога, да? И я ему не скрафтил еще один меч. Неловко получилось, да? Я поставил, кстати. На паузу. Окей, окей. Мы сделаем ему какой-нибудь стойное оружие. Которое просто будет на какое-то время. Выковать длинный меч. Вот у тебя будет длинный меч. Не надо. Пельмень опередила. Так, это будет спальня Семена. Тебе сейчас выкают длинный меч. И он будет у тебя до тех пор, пока мы другое какое-нибудь милишное оружие тебе не тяпнем. И давай теперь распределим тебе работу. Пожарный пациент. Носильщик. Работа. Добиватель меня не интересует. Повар нет. Строитель. Да, можешь, наверное, что-нибудь подстраивать. И художник нет. На четвертом месте ученый. А, и тренинг. Тренинг, тренинг. Конечно же, пятое место тренинг, если нечего изучать. Пельмень. Добейте ему меч. Я понимаю, что это... Меч не самое лучшее. Подожди, а вот, ну, все-таки окей. Энергетическое оружие. Энергокопье. Автоматы. На каком месте открывается милишное, чтобы мы могли его крафтить? Механика. Огнестрельное оружие. Бронезащита. Энергия отдачи. Минометы. Их нельзя крафтить? Милишные типа оружия продвинутые. Или это где-то прям какое-то отдельное? Развед броня. Пехотная. Это фрактарская. Здесь нет оружия. Мониторы. Высокоточное производство. Снайперские турели. Синтез яда. Высокоточное огнестрельное. Отвод. Энергия отдач. Турели. Механика. Покупка. Типа нельзя, да? Я же не прогоняю. Реально просто нельзя создавать самостоятельно милишное продвинутое оружие. Вот это энергетическое. Их можно только покупать. Шедевральный, кстати, тебе меч достался. Семен. Взять. Насколько он шедевральный? 14 урона. Почти 50 процентов бронепробития. Он достаточно неплохо оказался. Окей. Окей. У нас теперь есть официально три танка. В неплохой броне. С хреновыми достаточно шлемами. Но все же. Все же. Что-то, 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 да? Я не думаю, что простые шлема это теперь наши следующие перспективы, да? Я думаю, что боевой запал пельменя. Крути-крути. Разведшлема, вот это наша фишка. 30 пластали, продвинутый компонент. У нас нет продвинутых компонентов. Есть шесть штук. Почему никто не делает? Нужны материалы. У нас нет пластали? О, да, 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 да. Мы же делали энерговинтовки. Точно, точно. Где-то здесь можно подобывать пласталь, если не ошибаюсь. Серебро. Уран. Я просто смотрю. Естественно, я в своем уме и не пойду где-то у края карты добывать. Это факт. Нет, у нас не находилось ни разу здесь пластали. Здесь, кстати, еще 500 золота. Окей. Ничего страшного. Три милишной пешки, кстати, даже мощь, если так посмотреть. У, кстати. Кстати, кстати. Вспомнил. Хорошо, что вспомнил. Надо открыть. Что-то у нас многовато стали. Гайз, я думаю, пора прекратить. У нас 6000 стали. О, черт. О, черт. О, черт. Моя паника обоснована тем, что... Какого хрена у нас столько стали? Мы добавим еще турельки в таком случае. Этого должно быть достаточно. Турели нужны для отвлечения внимания противников. Здесь еще одну можно поставить. Можно турели здесь поставить. Но я боюсь, если они взорвутся, это прям неприятно будет. Пять клеток, турель тоже по нам не попадает. Чисто технически, можно здесь поставить хоть целый ряд турелей. Ну, или три штуки на расстоянии друг от друга. И они не должны попадать в спину нам, нашим ребятам. У них не самый лучший обзор здесь будет, конечно. Ну, да. Дополнительная огневая мощь. Я всегда за. Дополнительная огневая мощь. Я всегда за. Пусть строят. Нам нужно сливать сталь. Я только сейчас заметил, что мы реально сидим на огромном количестве. Это опасно. Если посмотреть на график. Мы 200 тысяч стоим. Это наша самая дорогая стоимость после того, как мы потеряли второе поселение. 300 тысяч это где-то кап. На моем опыте. На моем опыте. Воды. Давайте быстренько сейчас раскидаем турельки. Я не уверен, что они хоть какую-то пользу будут здесь оказывать. И носить. Но пусть будут. Это знаете, если вдруг случится какой-нибудь дропрейт посреди нашей базы. У нас есть там пара-тройка турелей, которые дадут нам время разбежаться. Я их даже не буду перестраивать. Это чисто одноразовое решение. Чтобы сжечь, во-первых, сотню стали. Они же сотню стали, да? И один, два, три компонента. Три компонента. У нас компоненты пилятся. Компоненты делаются из стали. Стоят копейки, по сути. Так что нормально. Я задумался еще один геотермальный генератор сделать. Например, здесь. Сейчас посмотрим, где еще есть. Это сучатом моих. Здесь, 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 здесь. Блин, они близко все. В частности, вот этот, типа, приятно находится близко. Вот этот, прям, прям вот к забору. Здесь подводить линию практически не надо. Сейчас мы сделаем. Планировка. Вырезать. Я постоянно забываю, какие размеры у этой комнаты. Так что, сорян. Дверь, конечно же, из камня. Но не из гранита. Гранита у нас нет. Из вот этого камня. Сюда. Сюдык. Тебя пока не строить. И линию. Сюдык. Область. Убрать крыши. Играк. Сейф. Атака. И вокруг этой штуки, чтобы они бегали. Ааа. Ииии. Да, наверное. Наверное, с этой, с этой вещью будет покончено. Вот это пласталь. Вот она пласталь. Я же говорю, где-то у нас была. Она в виде, в виде метеорита. В виде метеорита. Так. Это же надо добыть, наверное, чуть-чуть. Понимаю, что это куча ресов. Но надо. Валера теряет. Очень страшно. Это же сейф. Да, это сейф-зона. Кто-нибудь сходит, покопает, потому что у нас есть мейн-копателей. Разберутся. Здесь надо будет тогда еще одну турель, чтобы она всю эту территорию охватывала. И это будет норм. Зачем? А, здесь была крыша, да, действительно. Я ставил. Ставил, чтобы здесь сделали крышу. Нам нужны камни. Сколько с одного пласта лепады? 30? 34. 34 это немного. Но это целый разведшлем. В смысле? Не, это нормально тогда. Я думал, что этого прям мало. Как закончишь, перенеси. Минк, почему тебе плохо? Спал на холоде. Да, вообще это правда. У тебя здесь прохладненько. Ты же, ты же на улице спишь, практически. Минг. Минг. Теперь в тепле. Ты аскет. Тебя устроит. Неприятное место. Ты аскет. У тебя не может быть неприятного места. У него не может... Как у него неприятное место? Вы мне гоните? Аскетизм. Ему пофигу. Как... Как ему... Как ему объяснить, что ему должно быть пофигу? Кстати, можем Семена тоже на горное дело назначить. А! Он не будет заниматься шахтерством, хоть у него и огонек. Так. Эту штуку кто-нибудь начнет когда-нибудь строить? Семен тоже на сейв. Сори. Минг, знаешь, когда закончишь, принеси блоки. О, здесь мертвый медведь. Какого хрена? Кто его убил? А, это эти ребята его забили. Точно-точно, я забыл. Беженцы, которые с нами были. Они уже просто ворвались там с двух ног и уничтожили медведя. В три ножа его просто подщикали. Лед, как закончишь? Ты никогда не будешь переносить. Замечательно. Лазули, как закончишь? Перенести обломок сланца. У нас просто закончился сланец, поэтому... Ну, так себе, да, происходит. Конечно. Трябая. Перенеси обломок сланца. Окей. О, сборщик подойти. Чего вы так пугаете? Чего вы так пугаете? Ну, давай в ценах посмотрим. Как тебе предложение посмотреть в ценах? Сейчас Торса покушает. Иди поторгуй с ними. У нас сотня золота где-то. Сколько сотня золота нам рейтинга даст? Единица. По-другому посмотрим. Сколько надо для единицы? Типа... 50... 60... 67 для одного уровня надо. Сколько нужно для графини? 20 милости. 20 на 60. 3000 золота надо? Прошу прощения. Мисс Кузи? Как я посчитал? Я не очень математик? Подожди. Так, ну-ка, ну-ка не ржать в комментариях. Я пытаюсь сосчитать, потому что... 1200 золота надо? Да? Ну, типа, 10 на 60. У нас единица уже есть, к слову, у этого. Подожди, это за каждый уровень. Единица, потом 6, потом еще 6, потом еще 8, потом 10. А, не-не-не, не-не-не. Или да, или нет, я не знаю. Всего 65. Короче. До хрена золота понадобится. К счастью, у нас здесь 600. Здесь еще 600. Может быть, за это время мы найдем что-то еще. В конечном счете мы можем им напихать рабов. Рабы тоже за глаза улетают. Мы можем им просто капсулы с рабами закинуть. Если у нас, конечно, в плен кто-нибудь захватится после наших поджогов. Тоже достаточно вероятная тема. Тоже стрёмная тема. Вулканическая зима. Че за награды? Нет. Я не хочу вулканическую зиму за... Рубашку или гиперткань. Точно нет. Плэд ты можешь добить. Подбирает пласталь. Че? Ты несешь уже пласталь. Че тебе надо? Есть немножко блоков сланца. Здесь надо много. Здесь надо много сланца. Так, а че? А кто-нибудь сделал? О, я вижу какой-то фрактарский шлем. Мы начнем, конечно же... Да, он идет уже надевать шлем. Он шарит, что он милишник. И ему нужны шлемы. Шлема. Есть. Следующий на очереди будет Семен. Лазули, доделайте за собой компонент. Нарко, пожалуйста, доделайте за собой то, что вы начали делать. Какого хрена он полез делать разведшлеп? Я же попросил просто доделать... Доделать компонент. Ну ладно. Ну ладно. Че, по мероприятиям 7 дней. Ребятки, я думаю, что достаточно. Я уже немножко подустал, скажу честно. Хоть и мы достигли крутых результатов. Я бы хотел закончить, конечно же... С геотермальным генератором, но сперва нужно стену. Это просто обычный урок о тренде. И он всегда, всегда устраивает какую-то покость, если ты геотермальный генератор не закрываешь. Сорсу перенести обломок. Перенести обломок. Газель сходит с ума. Бывает. Бывает. И такое бывает. И такое бывает. В следующей серии мы тогда сделаем геотермальный генератор. Может быть, сделаем еще один где-нибудь здесь. Тоже достаточно близко. И... Линию здесь не так сложно будет провести. Ближе я не видел. Мне казалось, что где-то здесь еще один был. Но я не вижу сейчас. Здесь тоже. Ну, они видимые. Они в коричневом круге. В дырке. Сложно не увидеть. Сложно не увидеть. Так что, наверное, да. Наверное, этот. Потом какой-нибудь другой. А также начнем продвигаться... По направлению... Ну, не знаю. Мы будем ожидать просто рейды. Будем стараться рейдеров как можно больше оставлять живых. На них прокачивать медицину. И после этого ставить их на ноги и скидывать как подарки нашим друзьям, наверное. Нам нужно больше шлемов готовить. Это факт. Есть еще один разведшлем? Да. Семен. Перенесите обломок с ланца. Не надо есть на улице. А во-вторых... Наденьте разведшлем. Это ваш подарок. Вы милишник. Вы заряжены лучше всего. Эту вещь нужно переработать. А у нас опять здесь животное. Ряба. Е. Семен теперь тоже с нормальной броней. У нас три топ-милишника. Ну, не топ. Ладно, ладно. Я... Не тяните меня за язык. Топ. При увеличении. Большое. С натяжкой топ. У нас три. Милишника. В средней броне. Третий... Третий уровень брони с конца. Вот так. Они могут выдержать... Некоторую боль. Некоторую боль. Да. В целом... В целом это то, чего мы добились за это время. По медицине качнуться особо не получилось. Потому что, опять же, у нас был один раб. И тот был, как бы... Ну, нормальный, которого мы себе оставили. Мы успели накрафтить энерговинтовки. У нас вот эти все пешки, по-моему, на энерговинтовках уже сидят. Однозначно. От отличного до шедеврального уровня. Мне кажется, нормальных у нас даже и... Да, смотри, шедевр. Отличная. 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 Дальше. Отличная. Отличный автомат. Шедевральный. Шедевральный автомат. Шедевральный меч. Шедевральный трумбо-меч. И хороший плазменный меч С легендарным поясом щитом Мы потихоньку Сурвей в обилити повышаем Плюс у нас есть снайперская винтовка Которая пробивает 52% брони Чисто технически эта штука должна трумбу пробивать У них 60% брони, если не ошибаюсь Но все равно неплохо И у нас LED может получить 5 уровень Уууу That's huge That's big Он может получить сейчас обилку регенерации органов Пожалуйста Ну пожалуйста Я прошу Я не хочу читить Я хочу по-честному ее получить 1 к 7 Мы один раз получили у Газизы Это безумно крутая обилка оказалась Пожалуйста, дай Рэнди Рэнди, дай регенерацию органов Это нам очень сильно облегчит ситуацию с Харли Мы ей не можем пересадить нормальные органы Она просто страдает долгое время от отсутствия глаза Давай посмотрим Не, форскип Блин Форскип тоже супер Форскип тоже супер, но Не так супер, как регенерация органов Что ж Что ж Не всегда все выходит так, как тебе хотелось бы Форсу Строить кабель Перенесите лучше еще обломчик Спасибо Спасибо Наверное Наверное все Наверное все Нам нужно подбить будет немножко камней В следующей серии Чтобы доделать здесь коробку И потом внутри сделать геотермальный генератор Но это Это мелочи скорее, чем Прям какая-то сложность Это, кстати, нужно будет Сейчас сразу пока помню Включить в домашнюю зону И вот этот кабель тоже Турельки, которые я здесь рандомно раскидал Я не буду включать в домашнюю зону Это Это скорее детская шалость Или Или какой-то дополнительный прикол Чтобы ухудшить жизнь рейдеров Которые нам на голову посыпятся Нежели что-то прям полезное И Наверное 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 Как бы Наверное Как бы и да Наверное Как бы и да Ребятки Большое спасибо за то, что ворвались в очередную серию Наших приключений Мири Рим Ворлда Желаю вам всего хорошего Увидимся в новых На выходе не забудь влепить лайк И Блин Какого хрена вы Не доделываете за собой недоделки Засранцы А Желаю всего хорошего И пока Пока